Утреннее шоу на Бест-ФМ 10-10, друзья, столичное время. Добро пожаловать в наш гостевой новый час. И сегодня в этот ненастный, хмурый, послеураганный утренний час я рад представить вам нашего друга Аскар Кучера у нас в гостях сегодня. Привет, привет, привет. Занесло ураганом. Я вижу, да. С натошкой. Пилетели. Потрепанная шапка, майка и мокрая обувь. А где, кстати, тебя вчера застал этот ураган? А я, ты знаешь, меня ураган не застал. У меня очень смешно было, потому что я в хоккей по вечерам играю. Я приехал на лед, соответственно, отыграл. Было все сухо. Полдесятого я приехал. Выхожу в... А, да, и уже как раз. Да, без 15 и 12 выхожу. Ну, мокро все, но ничего не заметил. И повалились смски. Не выходи на улицу. А-а-а, там урфинджус. Там страшно. Слушай, а ты, я смотрю, значит, активно сейчас в тренировках, да, в спорте. Да, вообще. Ой, сейчас что-то не сказал вслух. Постоянно, в общем. Тихо, тихо, тихо. Это как хоккей? Почему хоккей, да? А почему хоккей-то, кстати, да. Почему не футбол? Почему не поддержать, так сказать, нашу национальную гордость? Ну, они нас не поддерживают. Чего я их буду поддерживать? Нет уж, я футбол стихами поддержал. Да, кстати, стих у тебя был мощнее. А ты, подожди, а как это? Вот прямо вот родилось и сразу... За две минуты. Я просто прочитал новость в... Открыл компьютер и читаю новость, как Кокорин и Мамаев отдыхали в Монте-Карло. Слушай, подожди секунду, подожди. А там, я забыл, там же есть что-то неприличное в словах? Слушай, я не помню тебя. Ну, там одно слово неприличное. А можно его заменить? Нет, подожди, можно мы сейчас выйдем, когда через музыкальную паузу, я прошу тебе его прочитать в эфире? Я, наверное, смогу, только мне его надо прослушать. Мы его откроем, откроем. Ну да, я потому что не помню наизусть. Все, договор. Аскара написала потрясающий стих. Ну и так, то есть получилось за одну секунду. Ты увидел заголовок? Да, ну потому что это прямо для стихотворения. Представляете, как Мамаев и Кокорин отдыхали в Монте-Карло. У меня сразу следующее твое дело. Так, пожалуй, в Монте-Карло даже принц не отдыхал. Если этих буратинов правда сделал Папа-Карло, отчего же он ни хрена мозгов не дал. Вот, мы сейчас все это отредактируем, адаптируем под нежные уши наших слушателей, да, и через несколько минут вам изобразим. Слушай-ка, ну я смотрю, ты как-то достаточно серьезно и сильно выпал из социальных сетей, потому что у тебя был период, когда ты довольно активно бомбил публикациями, и потом я понял, что ты занят на съемках сейчас, да? Ну я, да, занят на съемках очень сильно, а из сетей это даже не связано никак со съемками, просто надоело. Серьезно? И я делаю редко посты, потому что я понял так вообще, что есть вещи, которые, например, в соцсетях меня бесят. Какие? Вот это вечно ноющие люди, которые вечно всем недовольны. И этим вечно ноющим людям мне вечно хочется ответить. И я вдруг понимаю, что что я нахожусь, что я буду вообще даже читать не хочу. Нет, все, я закрыл из себя эту тему. Слушай, для таких людей, которые вечно всем недовольны, придумали новую игру Покемон. Мы сегодня о ней рассказывали. Слушай, нам слушательница, сейчас ты, Павлик, расскажешь, слушательница нам, Катя, написала. Вчера про израильского президента говорили, что он нашел у себя в кабинете Покемона, выложил в Фейсбук и предложил вызвать охрану. А, это отлично, это очень смешно было. А, ты знаешь эту тему, да? Я не знал, почему, это Таш Таркисян вчера выложил. Сиди, я не догнал, я сейчас хотел ему написать, что это такое, потому что я не понял. Но увидел, что реально у его президента Израиля Покемоны. Короче, японцы решили реанимировать свою историю с Покемонами. Сделали компьютерное приложение, игру, для которой ты закачиваешь свой смартфон. Выходишь на улицу, где-то стоишь там, не знаю, на площади, на улице, на бульваре, на набережной. Включаешь камеру через это приложение и вводишь камеры вправо-влево. И в какой-то момент у тебя появляется в телефоне Покемон. Причем они разные, одни у воды водятся, а другие еще... Одни водяные, там другие на суше бегают, третьи карлажадные, четвертые добрые. Ты их вроде сначала мутузишь, потом их ловишь, тренируешь, чтобы потом с другими... И вот там начинается вот эта катавасиска... Я прям вижу израильского президента, который этим занимается. Просто в России еще официально нет этого приложения. Официально в России и нету, да. И фишка в том, что ты можешь зайти в... Вот ты можешь сейчас зайти в нашу студию, грубо говоря, включить это приложение, где-нибудь вон там на... Вон оно стоит. На джукбоксе, да, стоит. Ей вон на голове у Тани у нашей, знаешь, там бах, подушкой. И вызвать охрану. В общем, такая веселая штука. А ты лег? Они придумали эту штуку для того, чтобы вот мы сегодня тоже над этим... Извини, пожалуйста, я просто, я уже сказал, Таша очень смешно написала. Она говорит, мне кажется, что мир схлопнется. Схлопнется, да, схлопнется. Это правда. Вот, а сделали они для того, чтобы людей выковырять на улицу и как бы оторвать от экранов, чтобы их заставить выйти хотя бы с этими камерами посмотреть на мир удивительно прекрасный. Вот такая у них же разумная история. А у тебя много игр в телефоне? Любишь играть? Нет, вообще нет. У меня... Нет, вру, у меня есть игра мотоциклики, но я ее все прошел, поэтому у меня больше нет игр. Мотоциклики, да. А у тебя детвора играют в эти? Ну, периодически, конечно, играют, да. Но они какие-то Mortal Kombat, они играют. А у тебя свои смартфоны, а они в твой рубятся? Свои, нет. Ну, они периодически рубятся, когда я у них забираю. Но у нас такая жесткая договоренность по смартфонам, потому что мы с женой противники всего этого дела. А вот как, расскажи мне, как это у вас в семье устроено? 20 минут в день. Прямо хотите, ребят? Ну, мы прекрасно понимаем, что живя в обществе, нельзя быть от него независимым, поэтому совсем их лишить этого это неправильно, потому что вокруг дети играют, и я там наказываю их периодически. Вижу, что они, когда кто-то играет, они сидят рядом и жадными глазами смотрят. В общем, какая разница, что он рядом сидит, что он сам играет. Вот, поэтому у нас договоренность. 20 минут в день. Но хотя если они провиняются, то я могу их наказать. Но у тебя мундштраф, потому что у тебя парни, а сейчас вот маленькая девочка. У меня и девочка тоже. Да, вот маленькая девочка. Но она еще пока не дотянулась. Да, конечно. Ты что, Павлик, даже вот эти как... Братонами жить с такими, как у нее, она уже разбирается лучше, чем я во всех этих игроках, закачать сама сможет. Такая, папа, пожалуйста, у нас семейный доступ. Разреши мне. Я говорю, а что ты хочешь? А еще, знаешь, вот эта тема. У нас старший очень хитрый, и он младший опыт говорит, позвони папе, попроси, чтобы он разрешил. Да, и такая тема. Пап, а разреши, пожалуйста, нам с Сашей, ты младший, звонит, за 50 рублей, и я говорю, всего доброго. Да, 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 вот это тема. Скажи, пожалуйста, а у тебя этот, вот это, знаешь, такие подкаты, ну, а потом они будут девочку просить. Младший звонит. Да? Да, но только про это не буду сейчас. Потом. Как зовут? Даниил. Слушай-ка, ну... Даня, мы про тебя говорим. Да, а они у тебя как, тоже активны в спорте? Они у меня в спорте? Да. Ну, младший, так у меня спортсмен, вот сейчас 17 числа, первый раз, один уезжает на сборы, он хоккеист. Он уже, да, пять лет он уже занимается в хоккее, он в Динамо играет, и вот сейчас на сборы уедет 17 числа, на две недели один. Один, слушай. В Димитров. Ну, это еще не так далеко. Ну, недалеко, но все равно. Не, все равно, все равно. Но в том году... Ну, сборы это вообще отдельная тема, там же, они же вообще не отдыхают там, они бегают, прыгают всеми днями, ну, серьезные. Просто у нас, у моей дочки подруга, она волейболистка, ну, тоже 10-летняя, ну, а вот она прям такая профессиональная уже. Ну, вот у нас 4 тренировки в день. Это, конечно, жестко, да, потому что лед ОФП, обед лед ОФП. Ну, то есть так. Ребятам нету возможности даже там побегать, поиграть. О каких покемонах мы говорим? Да, там, в общем... Но все равно находят, я тебя умоляю, слушай, но если это... Хотя не разрешают им там... Ну, расскажи мне, а ты сейчас что, какие у тебя съемочные дни, что там у тебя сейчас? Я снимаюсь в отличной истории, называется «Настоящие мужики», с очень хорошими артистами, потрясающим режиссером Рома Покина. Это кометь? Это кометь, да. Это кино или сериал? Это сериал. Это прям смешно. Это прям очень смешно. Про группу товарищей. Было три друга. Четвертый, оказывается, был за границей очень долго. В Америке приехал, ну, абсолютный Остап Бендер. Вот, я приехал. А, Остап Бендер, ты? И ты тот самый Остап Бендер. И я закрутил такую историю, что прям ух, ух. Мальчишенька в Лас-Вегасе? То есть ты переквалифицировался из порохни с пистолетом. Теперь уже вот положительный ног. Да, я подрослел. Хорошо. Мы все седые и веселые. Ну, а что концерты? Концерты играем. Концерты, вот в Самаре отыграли концерт. Сейчас с Сызрань поедем играть. С Сызрань? Да. В общем, играем. Группа Кучера существует. И плотно, несмотря на то, что у меня адский график, у меня четыре выходных в июле. Ну, все равно. Четыре всего дня? Четыре дня выходных, да. В которые вот я... Сегодня у меня выходной день. Я приехал к вам дальше. Это что, правда? В суд вызволять права. Не спрашивайте меня об этом. Да-а-а! Это ошибка. Вообще обычно, когда... Бывает, естественно, что я нарушаю что-то. И оно... У нас есть время? Да, конечно. Бывает, что я что-то нарушаю. И сейчас Латнюс, по идее, должен позвонить, да, уже? Да, они уже стоят. Какой суд вам поедет? На заборе висят уже. Очень приятно. Я действительно нарушил. Я выехал на встречную полосу на 20 сантиметров на мотоцикле. Я просто около светофора на красный свет, когда все стояли, я машину объехал. А сзади меня ехал начальник отделения. Тоже на мотоцикле. Оскарыч, аккуратней там, давай, ай-яй-яй, пожурят. И уедут, да. А тут не видели кто. И он, начальник отделения, этому инспектору говорит, значит, выезд на встречку вот там-то. И уехал. И я шлем поднимал, говорит, Тошка, а я, говорит, ничего сделать не могу, мне начальник сказал уже. Черт! Все. И я после вас отправляюсь в суд. Да что? Простите меня, пожалуйста, я больше не буду. Бывает такое, бывает. Слушайте, а я вчера видела тоже. На ровном месте, честно, то есть ни аварийной ситуации не создавал ничего. А ты не можешь ездить в шлеме с открытым забрала? Боюсь, чтобы хотя бы часть... Заберет меня так-то. Я вчера видела такую погоню, двое, два мотоцикла полицейских останавливают такси со всеми мигалками там, ну, в общем, криками, воплями. А оказывается, парень таксист, он заклеил номер бумажечкой и забыл эту бумажечку снять. А чтобы не помадно было. Да, они его тоже остановили. Но к таксисту-то ладно, вот я хочу сказать, кстати, кто номера заклеивает, таксисты, это ерунда, вот когда стоит Ферраль, Бентли, Мерседес, С-классы, дорогущие, и заклеены номера, я думаю, ну почему же я на свои трехтыхтышки плачу, а вы... Да нет, ну что, 100 рублей жалко. Вообще прям фу! Вот вам, заклеивающим номера, от меня фу! Видишь, вот тот же самый Гундос в этом, в Фейсбуке. Нет, нет, я Гундос на Бест-ФМ. Я лучший Гундос. А гоняйся... Слушайте, я извиняюсь, что-то у меня товарищ... Давай, давай, разговаривай. Да, мы сейчас прервемся, друзья, ненадолго попросим Аскара вспомнить этот фильм про футболистов, и, собственно говоря, вернемся к вам через несколько минут. Все ваши вопросы отправляйте в наш паблик ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях Аскар Кучера. Рады вас приветствовать. И сегодня у нас в гостях Аскар Кучера. Привет, привет. Да, мы, к сожалению, не сможем вам аудио воспроизвести стихотворение Аскара по одной простой причине, что текст, к сожалению, нам не доступен. Но нам доступен аудиофайл, оригинал, собственно говоря, который произвел такой фурор в социальных сетях и в интернете. Ну и на телевидении, как Аскар говорит, что ему только ленивый не позвонил. Поэтому мы это стихотворение со ссылкой на Инстаграм Аскара выкладываем в нашу страницу. Туда в доброе утро, да, ты пояснила? Да, в доброе утро. Заходите, ребята, в нашу группу ВКонтакте. Заходите, смотрите, почитайте потом. Действительно, стихотворение достойно. А вообще, ну скажи, ты ведь наверняка смотрел весь чемпионат. Да, ну я не весь чемпионат смотрел, но старался во всяком случае. На последнюю игру ты тоже. Ну, конечно, да. Ну, финал видел, да, отлично. Я болел за португальцев. Твои фавориты тоже, как и у всех исландцы? Произвинул тебе впечатление? Команда Исландии. Исландии, ну, естественно, они влюбили в себя просто. Влюбили. Дело не в том, что они просто влюбили. Они такие волевые ребята. Они так хотели играть и победить хотели. Это было видно. Это было очень здорово. А Уэльц? Уэльц. Какие молодцы. Вообще, просто две лучшие команды, я считаю. Ну, Португалия никогда в жизни не становилась чемпионом, правда? Вот, стала. Наконец-то. Я меньше за французов болел, но ладно, ничего. Нет, а я за французов не болел, если честно. Особенно после того, как они... Я не люблю Рональда, скажу честно, но после того, как они с ним поступили, некрасиво, в колено, так вот, и ух, прям фотография в сетях ходит вот этого самого момента пика удара, когда у него бедная нога в другую сторону выгнулась. Кошмар. Это тот самый случай, когда футболист действительно пострадал. А почему ты не любишь Рональду? Ну, потому что подлинненький он вообще, если честно, он вот так же поступает периодически. Зато на него сел ботылёк, и всё прошло. Да. И всё будет хорошо. Слушай-ка, ну а ты скажи мне, вот сам считаешь Париж романтичным городом? Или всё-таки другой какой-то? Для меня более романтичный город Сермионе, скажу честно. Сермионе? В Италии, да. Париж, ну, как-то принято его считать таким, наверное, принято, но гуляли много мы с любимой по Парижу, как говорится. По Парижу? Да, но не могу сказать, что я вот настолько влюблён в этот город. А Сермионе, это какая-то часть? Это 120 километров от Милана, между Вероной, это 40 километров от Вероны, вот так я скажу, между Вероной и Миланом. А, поняла. Ну, ты часто бываешь в Италии, насколько я так могу себе представить. Да, я фанат, если честно, этой страны, я просто фанат. Я люблю итальянцев, мне нравятся эти люди, мне нравится еда, там, мне нравится климат, причём везде же, от моря до... От моря до Велика. От моря до озера. Ну, Кома мне меньше нравится, а вот Гарда я просто фанат. И очень рекомендую, потому что, в принципе, можно достаточно бюджетно отдохнуть и найти бюджетный перелёт, скажу честно. То есть просто нужно заморочиться на эту тему, да. И это, если говорят, что вот мы летим, вот мы в этом году полетим на Сардинию. Вот поверьте, пожалуйста, что все такие, о, это же Порто-Черва, там же невозможно, ребята. Там помимо Порто-Черва ещё огромный остров, где можно отдохнуть, поесть приблизительно в 34 раза дешевле, чем в Порто-Черва и прочее, прочее. И получить удовольствие. Может быть, людей просто пугает название нашему русскому уху слово черва. Порто-Черва? Черва не очень приятно. Черва. Нет, это пиканье очень приятно, а черва-то как раз наоборот. Черва-Черва. Слушай, я вчера, совершенно извините, просто на ночь прочитал где-то, не знаю, может, уже Баян или нет, но очень мне понравилось. Появился в Индии новый бог, Черешну. Он такой же, как Вишну, но только с более большим лицом и более красным. Бог Черешну. Это смешно. Да. Интересно. Ой, слушай-ка, ну а что мне, скажи, из последних кинопремьер ты посоветовал бы? Из таких широкоэкранных. Ты, кстати, смотрел «День независимости»? Нет, но я такое количество... Но мне рассказывали, я так скажу, что не стоит на это тратить время. Серьезно? А ты видел? Нет. Я видел первый. Ну, первый, да. Первый, говорят, очень хороший. А второй, такое ощущение, что в России снимали денег с экономией. Нет у Уилл Смита. Вот когда начинают в продолжениях отсутствовать герои... Уилл Смит в «Мэн энд Блэк» клевый. Не, подожди, но он и в «День независимости» потрясающий. Но просто согласись, что не просто так он отказался там сниматься. Мне кажется, что либо не предложили денег, вот такой момент, либо слабый сценарий, который он изначально прочел, потому что режиссер другой, насколько я помню, и артисты другие, и говорят, что получилось. Ну, то есть, рейдинга у него вообще нет, и терять на это два часа времени жизни не хочется. А как вот ты говоришь, слабый сценарий? Вот ты, ну, наверняка же, ну, ты не можешь дать 100%, что ой, там сильный сценарий, ой, слабый. Могу, могу. А как? А на съемочной площадке может измениться все? На съемочной площадке, да... Может классный сценарий, а просто закакать его? Ну, может, естественно, режиссер, там, неправильный кастинг, наверное, может. Но, к сожалению, в нашей стране основная беда — это сценарий, потому что у нас бросаются, у нас получают деньги, и недоработанные сценарии начинают дорабатывать уже на месте. Так не работает. Вы, ребят, посмотрите, как снимается американское, ну, топовое кино, особенно сериалы. Я даже про кино не говорю. Сериалы, потому что они сейчас переплюнули просто все, что можно переплюнуть. И вот из того, что я посмотрел, если не говорить об отечественном, отбросы — сумасшедший сериал. Причем в третьем сезоне они начали умирать. Я посмотрел все пять. В третьем сезоне начали умирать. Четвертый сезон начали так, что мне хотелось выключить. Я выключил, досмотрел «Престолы». Тоже, конечно, восторг, так скажу. А потом вот после четвертой серии четвертого сезона, конечно, они так взяли и артист потрясающий, который... Не помню его фамилию. Я тоже не помню. По поводу «Престолов», кстати, сказать. Вот помнишь, в интернете ходила картинка о том, что я тот самый единственный человек, который не смотрел ни одной серии «Игры престолов». Да. До некоторых пор для меня эта картинка была актуальна. Для меня тоже. Три недели назад я решил все-таки влиться в число тех, кто, да, в курсе проблемы. И за полторы недели я уже отсмотрел два сезона. И я ведь как подумал, что они же в следующем году, в 2017-м, будут делать седьмой сезон. Хотели его выпускать... Все-таки будут, да? Да, 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 да. Хотели его выпускать в апреле, но перенесли, из-за того, что там по сценарию, значит, должны быть зима. Да, должна быть зима. Его перенесли на чуть попозже. Соответственно, я подумал как. Я растащу эти шесть сезонов на тот период, как раз я закончу последнюю... А если я не на Аляску поеду снимать? ...последнюю серию, посмотрю шестого сезона и сразу начну смотреть новый. Угу. Но я боюсь, что я не дотяну. Пабли, наш сериал Наркос. Наркос наш сериал. Наркос? Наркос. Нарко. Про Пабло Эскобара. Да, вы... Второй сезон. Мы фанаты с Пабликом. Я не видел, к сожалению, пока, но вот буду знать. А вот скажи мне, а такой человек, у которого такая жесткая загрузка графика жизни, вот где ты усмотряешься смотреть? В машине. В машине. Ну так, я еду и смотрю. В машине пока на... Ну, я с водителем езжу просто, извиняюсь. А, когда с водителем едешь, тогда смотришь, да? Да. А так еду и смотрю. А, нет, естественно, нет. Не за рулем, конечно, да. Я... Потому что читать не очень удобно, глаза начинают болеть. А смотреть совершенно спокойно меня не поташнивает от того, что я смотрю в экран. Не укачивает. Нет, ну, да. А, извините, да. Не укачивает. Я от этого не поташниваю. Ну, просто некоторых, я знаю, укачивает сильно, когда не могут смотреть. А я совершенно спокойно смотрю. И две серии стабильных в день у меня прокатывает. Да. А, черешну! Черешну. Вспомнил. Такой же, как вишну. Так, друзья, давайте, значит, вернемся к вашим вопросам на нашем... Есть у нас. Давайте. Слушатель задает. Анастасия Лебедева спрашивает. Выпустил кулинарную книгу. Не хочешь ли ты вместе с компанией организ... Наверное, она пиарщик этой компании организовать презентацию блюд из книги и приготовить несколько из них для пришедших гостей, читателей, а может быть, и вместе с ними. И пригласи дегустатора меня, например, на эту презентацию. Ну, во-первых, давай Насте передадим привет, потому что Настя у меня занимается всем интернетом, и она, наверное, поэтому... Первый. А, так это твой первый? А, ну, Настя, вот так и раскусительно. Влезла среди всех слушателей, была первой. Затрую, какая уница. Да, молодчинка. Настя, я сейчас твоего вопроса, если честно, не понял вообще, что ты имела в виду. Презентация блюд из книги. Вот она придумала. Презентация блюд из книги обязательно будет. У нас будет в сентябре, по-моему, месяц выставка книжная. Во-первых, я сейчас пишу вторую книжку уже, она так немножко труднее дается, но так все второе. Второе, хорошо сказал. Как все второе, да. И компот. Первое, второе, компот. И мы сделаем на выставке на книжной ярмарке, которая будет, по-моему, в сентябре, насколько я помню, обязательно презентацию в таком формате. Супер, интересно. С экологически чистыми продуктами. Ну уж, как пойдет. Ты знаешь, где такие взять? Ну, я думаю, Настя знает. Значит, рецепт же еще просят. Костя написал, давайте про еду говорить. Давайте про еду говорить. Что Аскар больше предпочитает, борщ или перловку с шоколадом? Вчера, кстати говоря, у нас была в гостях Ирина Салтыкова, и рассказала нам о том, что она новый рецепт какой-то для себя открыла, я для себя тоже его открыл, и удивлен был перловку. Я даже пробовать не буду. Перловка с шоколадом. Ну а в чем проблема? Перловка это каша. В любую кашу возьмите натрить шоколад, и будет вам просто шоколадная каша. Шоколад натереть это вообще легко совершенно, если добавить туда. Ну, конечно, вообще гречку можно сделать со сладкими томатами, она делается, но можно и шоколад добавить. Вот это лучше. А что такое, подожди, сладкий томат? Ну, томаты в сахаре замоченные не делал никогда? Нет. Ну, так и... Для меня гречка, это гречка с сахаром, и стакан молока рядом. Древнегречка! Древнегречка! Как это? Да нет, ты что, гречка вообще вкуснейшая совершенно. А как делать томаты с сахаром? Ну, просто засахарить томаты и обжарить их в сливочном масле. Это очень прикольно. Это работает так же, как с жвачкой в детстве. Если ты кладешь на ночь томат в сахарницу, а утром просыпаешься, он уже готов. Я не знал, что в детстве ты так делал со жвачкой. В детстве не делали так, когда ты жвачку жуешь, она теряет свои вкусовые качества, превращается в обычный кусок резины, и ты на ночь кладешь ее в сахарницу, а на следующее утро родители идут пить чай и своей жвачкой они там... Ну, по крайней мере, это вкуснее, чем жевать гудрон, уверяю. Да, гудрон. Ну, гудрон. Кто не жевал гудрон? Да. Дети 80-х. Это, конечно. Томаты... Слушайте, смотрите, и томаты, и лук засахаренный, да, как вот... Вы же знаете, джем из лука делают? Да, да. Вот то же самое. Добавьте в гречку. Не варите гречку, например, с солью. Хотя мне очень нравится сочетание соленого со сладоком. И это тоже вкусно достаточно. Со сладким джемом взять чуть подсоленную гречку. Ну, луковым джемом имеется в виду. Размешать тоже очень прикольно. А как луковый джем делать? Ну, луковый джем никогда не карамелизовать. Я тебе одену и расскажу. 25-я страница издания... Хорошо. Хорошо, что дирую. Кулинарных советов Тоскара Кучера. Друзья, сегодня Аскар у нас в гостях. Если вопросы у вас имеются в наличии, не стесняйтесь, задавайте, пишите на нашу страницу ВКонтакте. Мы вернемся к вам через несколько минут. А вы можете, кстати, еще... Бест ФМ. Без толочек. Утреннее шоу на Бест ФМ. 10 часов 47 минут, друзья. Время столичное. Доброе утро всем. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Аскар Кучера. Доброе утро. Доброе утро. Слушатели спрашивают, что Аскар хотел сказать. Пошла песня. А я хотел сказать, что вы можете совершенно спокойно в моем инстаграме под наши чудесные фотографии тоже задавать вопросы. У тебя открытая страница? У меня открытая страница, да. Где борода старина, спрашивает Миронов меня. Где борода старина? Потерял. Да, он у меня спрашивал. А, это у тебя. Что Аскар думает о назначении Николая Валуева, ведущим в «Спокойной ноте». Малыши спрашивает Костя. А, кстати, ты слышал эту историю тоже? Да, конечно. Но мы просто с Николаем в очень хороших дружеских отношениях. И я знаю его как человека совершенно добрейшего. С отличным чувством юмора, кстати. Да, он с огромным просто. Он вообще большой души человек. Он большой и большой души, с огромным чувством юмора. Очень хороший человек. Мне кажется, что это очень забавно. И если дети включив сразу не испугаются, то они полюбят этого дядюшку Ау. Ау, да! Дядюшка Ау, да! С большим удовольствием. Потому что Коля потрясающий. Совершенно очень его люблю. Это мы сегодня провели как раз параллель с потрясающим фильмом, сказкой, который идет сейчас на широких экранах. Спилберговский новый фильм про великана Доброго. А я не видел, к сожалению. Вот. Мы тоже только трейлер видели. Вполне возможно, что ребята тоже трейлер посмотрели. Но мы решили, что это очень клевый фильм. Да, и на канале решили, что а почему бы нам Доброго Великана не сделать? Ну, так клево. Это смело, по крайней мере. Ну, смело, не смело. Ну, смело для канала. Обычно. Мне кажется, здорово. Здорово. Вообще Николай мало использует как, так скажем, личность, которая... Он очень умный человек вообще. И начитанный, и образованный. И он может много чего рассказать, поэтому его нужно использовать, мне кажется, в медийном пространстве много больше, нежели сейчас. Жаль, время там очень ограничено для рассказов интересных. Ничего, зато все об этом говорят. Уже все шутят, что кукловоды уволились. Это смешно. Не обижайся, я тебе Коля. Не обижайся. Да он сам, я думаю, не обижайся. Хорошо. Оскар, слушай, скажи мне, пожалуйста, ну, а ты как мотосезон-то свой открыл? Да, конечно. Вообще, в прошлый раз, когда ты был у нас в гостях, что ты достанешь из своего гаража своего красавца железного. Я даже хотел сегодня приехать, но после вчерашнего дождя подумал, что сейчас будет макровата, и не приехал. Приехал на авто, но езжу регулярно. А ты гоняешь вот там все на эти слеты, на фестивали, на шоу? У меня нет времени, если честно. Я бы с удовольствием, может быть, там вот Максим Литовченко, артист замечательный, звал в Суздаль, но не получилось. Просто по времени из-за того, что работа не получается. На Байкер Бразерс тоже хотелось приехать. Ну, вот все время попадается в работу. Слушай, какие-нибудь телепроекты у тебя грядут? Грядут, грядут. Но я сейчас так... Да, ну то есть вот когда контракт подписан, тогда подписан. А пока не подписан, не хочешь. Потому что, конечно, предложение-то есть, но не хочется быть чего. Потому что мы скучаем, мы вынуждены на тебя смотреть только в зеленом пиджаке, и хотя бы за это спасибо. Ну, перестань. Слушай, по-моему, только вот... Я как не приду куда-нибудь, особенно в Останкино, когда приезжаешь, смотрю, сразу два телеканала, там два телевизора, и такие в двух телеканалах я. Да? Вот, поэтому когда говорит, знаешь, человек... Бывает такое периодически. А что-то вы с экранов пропали. Я говорю, а вы когда последний раз телевизор смотрели? А я не смотрю. Слушай, Аскар, но ведь это же проблема. Кстати, с тобой тоже было бы это интересно обсудить. Ведь действительно повальное количество людей, которые отказываются от просмотра телевизионных программ, вообще телека. Я очень рад. А почему? Я вот тоже отказываю. У меня нет телевизора как такового. Дома? Нет. У меня есть аппарат, но телевидения как такового у меня нет. То есть у меня... Я пользуюсь Apple TV, и я пользуюсь... У меня приставка вот эта, МГТС, которой мультики у меня дети смотрят, и КХЛ у меня, ну, хоккейный канал. Я не смотрю, потому что, ну, наши новости смотрите, сами знаете. Вот потом, если что-то... Ну, послушай, помимо новостей же есть много интересных каналов. Что, например? Ну, какие-то каналы о путешествиях, какие-то каналы познавательные, какие-то каналы музыкального характера, я не знаю. Ну, вот музыкальные мне что-то не очень интересно смотреть. Ну, не наши, хорошо. Нет, и не наши, естественно. Я в свое время пересмотрел. Наши как раз достаточно интересно иногда смотреть, потому что что-то новое вылетает, новые имена какие-то появляются, которые... Особенно, когда вручают золотую тарелку. Не-не, ну, это ладно, это мы проехали уже. Там такие наряды, Павлик, вообще. Я прям... Вот так смотрю. Эти будут вечером. То есть нет контента, да? Да. Ну, особо да. То есть нет такого... Я смотрю, вот, честно, американские сериалы, норвежские сериалы, я люблю английские. Вот этот, я говорю сейчас, отбросы, мисс Фит прям просто сумасшедший совершенно. Еще на языке Арика. Но вот я скажу честно, что перевод, а он жестко матерный перевод, который есть, кубик в кубе сделали, ребята. А, кубик в кубе сделали. Да, они прям... А ты не видел этот сериал? Нет. Мисс Фит, отбросы, посмотри. Плохие он еще в другом переводе. Окей. Это фантастика что-то. Там, я сразу предупреждаю наших уважаемых слушателей, детям не давать. Это очень много мата. Очень много. Но такого красивого. Мы как раз сегодня тоже... Это просто, это такой высокохудожественный. Это Венечка Ерофеев просто. Сегодня тоже Павлик прочитал исследование. Поэтому поводу, у любителей мата нашли богатый словарь и высокий интеллект. Ну вот, я не могу сказать, что я любитель мата. Ты же на нем иногда разговариваешь. В курилке, в своем актерском вагончике. Нет, ты знаешь, не так. Иногда использую, когда... Просто некоторые слова в русском языке с усилением просто сказать невозможно. Это... Вот... Знаешь, сейчас попробовала реклама там какая-то с Димой Нагиевым, да, в мобильных телефонах там громадище, да, что-то такое. Роскучное, да. Ну, как-то... Есть другие слова, которыми можно это описать. И по-другому это не опишешь, какой бы громадище не был. Да, да. Ну да. Спрашиваю тоже, Максим, у тебя... А ты сам, как режиссер, выступаешь? Фильмов или спектаклей? Выступаю и кланяюсь. Выступаю. А, кстати, да, у тебя же такой талант написания. Не было задумки что-нибудь написать? Задумка есть, и даже есть предложение. Вот мы сейчас с моими товарищами очень жестко обсуждаем. Я написал короткий метр сейчас, но просто у меня нет времени. То есть этому надо посвятить действительно время, а его сейчас просто, ну вот, категорически нету. Поэтому... Да, не будь обязательно, честное слово. Слушай, правда ведь, если нет сценарий, бери и сам пиши, да? Сам себе пиши сценарий. Так многие делают, кстати. Ну, не то, что сам себе пиши, но, во всяком случае, находит это дело. Ну, написать сценарий это еще полдела, надо еще найти потом возможность его снять. Да, но хороший сценарий, если напишешь, то возможность снять это не проблема. А кто может это оценить? Ну, по сути, мы писали сценарий, не знаем, кто бы его... Давайте мне. Я оценю. Оценю и познакомлю вас с теми людьми, да, и спродюсирую. Честно, вот хороший сценарий, прям с большим удовольствием. Слушай, Аскара, вот скажи мне, ты уже давно на телеке, а вот у тебя есть какая-то, может быть, нереализованность в телевидении, где бы ты хотел еще попринять участие, поучаствовать, что-то вот где-то себя попробовать, но пока не представилось возможным? Ты и автопрограмму вел, и программу, по-моему, кулинарную действительно тоже вел, и что-то там еще у нас... Да миллион всего. Миллион всяких программ. А вот есть что-то такое, что еще... Ну вот, чтобы я очень хотел... Вот, например, как «Корел и Решка» там погнать куда-нибудь по земному шару. А я же делаю. Я, кстати, вот как продюсер, я спродюсировал проект, и он, я надеюсь, уже скоро будет. Просто сейчас вопрос того, что как мы дальше будем снимать. Мы сейчас как раз готовим финансовое предложение. Мы 8 серий отсняли. Я спродюсировал проект большой, называется «Континенты». Мы прокатились по Тунису, Турции, Японии и Перу. И сняли по 2 фильма в каждой стране. Удивительные совершенно истории. Мы показали продюсерам с телеканалов. Очень это дело понравилось. Я в кадре, да. Я как ведущий этой передачи, как продюсер этой истории. Мы вместе с отличной компанией «Олимп» букмекерской. Они нам помогли очень сильно. И мы это сделали. И это прям было круто. А вот чем... Когда мы это увидим? Я надеюсь, что скоро. Скоро, да? А чем принципиально? Вот смотри, огромное же количество тех же самых программ про путешествия. Как можно найти вот эту вот изюминку? Чем зацепить зрителя? Таким, что... Что еще не придумали и не показали в других программах? Ну, условно говоря, вот мы когда снимали Турцию, это было до сбитого самолета. И мы показали Турцию вообще с другой стороны просто. То есть ту Турцию, которую вы не знаете, в которую хочется поехать. В ту ту Турцию. В ту ту Турцию. Ну, это действительно очень интересно. Вообще страны, мы же знаем их с точки зрения каких-то основных рэперных точек, да? То есть городов, которые всем известны. А есть помимо этого, ну, как вот все говорят, да, я сегодня ранее привел пример про Сардинию, да, все говорят, это же безумно дорого. Ребята, Сардиния, это не только порта черва. Это много других небольших городов, которые имеют свою историю, которые имеют свои какие-то удивительные повествования, не знаю, все что угодно. Людей, с которыми интересно познакомиться. Вот вы знали, например, что на Окинаве живут долгожители, то есть вот самые крутые долгожители, они все живут на Окинаве. Почему? Вот мне было интересно в этом разобраться. Это японские долгожители? Это японские долгожители. А китайские живут на Хайнань? Ну, подожди, Окинава вообще, на самом деле, это не просто японцы. Там целая история, там смесь японцев, китайцев, китайцы приехали на Окинаву, завоевываются, сохранили. Там климат. Понимаешь, вот как, допустим... Ну, у нас в Сочи тоже климат, а долгожителей нет. Подожди секунду, вот смотри, я тебе приведу пример. Японцы в свое время, 70-е годы, закупили линейку производства кефира у нас, потому что им очень нравился наш кефир. Поставили, мы приехали туда, советские, поставили эту линейку, дали им этот грибок кефирный, они звонят и говорят, это не шутка, это абсолютно серьезно, говорят, ребята, у нас ничего не получается, у нас йогурт выходит. И приехали наши, начали там все настраивать, не получается йогурт. Климат. Климат. Потому что бактерии другие в воздухе. Ух ты. Да. Особенная стать, как говорится. Зато у нас кефир хороший. Да, кефир у нас хороший, это точно, абсолютно. Так что много разных интересных историй, про которые вы не знаете. И финны, по-моему, тоже с этим парятся, потому что они к нам приезжают, тоже покупают наши продукты. Да, наш кефир тогда, скажи, потому что продукты мы в основном не ездим покупать. И наоборот. Это известная история, как у наших покупали финны колбасу. Нет, мы ездили, когда я в Питере жила, мы ездили в Финляндию за порошком, за стиральным. Слушай, но в Финляндию ездят все, по-моему, в Питере покупать просто продукты раз в неделю. Да. Там очередь выстраивается на границе. Оскар, у нас есть история, запустилась на этой неделе, называется «Хочу на Хайнань». Уж коли мы заговорили о путешествиях, это не шутка. Да, мы разыгрываем три путевки на этот чудный остров. Я могу поучаствовать? Пятизердочный отель с трансфером, с едой, с завтраком и ужином. Можешь поучаствовать, я тебе скажу как. Мы каждое утро, когда прощаемся, даем нашим слушателям возможность покреативить и даем им пять слов, с которыми им нужно будет креативить. Это могут быть стихотворения, песни, это может быть хоку, это может быть все что угодно. Я тебя прошу, вот сейчас давай ты назовешь эти пять слов, с которыми будут работать наши слушатели до завтрашнего утра. Вот «Китай» и «Хайнань». Тема «Дай нам пять слов на Китай, которые мы дадим нашим слушателям». Просто от балды? Просто от балды. Ну, как-то, потемнешься в числе с «Хайнань». Это существительные какие-то? Ну, можно и прилагательные, почему, давайте. Пять слов. Мебель. Очень непохайдально звучит. Да-да-да, подождите. Мебель. Мебель. Давайте мы пойдем... Китайская мебель. Машины. Мебель-машина? Да. Рабочий. Дай что-нибудь когда-нибудь... Почему, про отдых? Деревня. Про отдых, что ли. О, деревня. Машина, рабочий. Деревня. Деревня. Река. Река. Пусть работают. Интересно. Итак, ребята, значит, все, кто будет завтра участвовать в нашем конкурсе «Хочу на Хайнань», вам пять слов от Оскара Кучеры. Просто с этими словами они должны сделать виршу, который... Виршу? Черешну, которая будет рассказывать, почему они достойны ехать на Хайнань. Ну, пускай рассказывают. Все рассказывают, конечно. Значит, пять слов, ребята. Мебель, машина, рабочий, деревня, река. Все правильно? Да, отлично. Все. И вот эта тема, которой по реке плывет машина в деревню, в которой делается мебель рабочими, она не прокатывает. Это уже решать не нам. Здесь есть уважаемые жюри. Друзья, мы прощаемся с вами. Спасибо большое, Оскар, что пришел. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо за тебя видеть. Ты в отличной форме. Ждем тебя на телеэкранах. Хоть мы и не смотрим телевизор, но все равно ждем. Ждите. Да, и, конечно же, в гостях у нас. Спасибо, спасибо. Лена Байклова, Паша Кириллов. Мы прощаемся до завтра, до восьми утра. Всем хорошего дня. Пока. Пока.